Восьмого ноября в преддверии Всемирного дня науки в пресс-центре Комсомольской правды прошла пресс-конференция, посвященная вопросу конкурентноспособности отечественной науки на международном и межрегиональном уровнях и собравшая для участия представителей научного сообщества и руководителей вузов нашего города. О последних достижениях в различных областях научных исследований в Университете Лобачевского журналистам рассказали ректор ННГУ Евгений Чупрунов и директор НИИ нейронаук ННГУ Алексей Семьянов, недавно избранный членом-корреспондентом Российской академии наук. Поскольку деньги дает государство, то государство и заказывает эту музыку. То есть государство финансирует то, что оно считает важным. И параметры научной работы, оно тоже определяет такие, какие они важны. Могу вам сразу сказать, что в этом году, как и в прошлом году, кстати, наибольшие деньги, которые были разыграны и которые мы выиграли, кстати, это деньги, которые были связаны с науками о человеке. Это биомедицинские дела. Алексей Васильевич попозже к этому вернется. Это, конечно же, фундаментальное исследование, потому что вся наука начинается с понимания. Но это и исследование, ориентированное непосредственно на практику. Мы показываем на выставках наши экспонаты. Мы предлагаем уже конкретным компаниям взять наши разработки в серию. Это тоже целый ряд таких вот разработок, связанных с биомедициной и не только. Это материалы, безусловно. Материалы, связанные с защитой человека. И наоборот, к сожалению, и этим приходится заниматься, чтобы себя защитить. То есть вот такая тематика тоже сейчас государством поддерживается. Наш институт уже достаточно хорошо известен в мире. В этом году мы провели достаточно большую международную конференцию на Волге. К нам приезжали ученые из многих стран. Порядка 200 человек приняло участие в конференции. И, разумеется, это тоже отражает, в общем-то, качество и уровень наших исследований. Одним из основных наших направлений является, конечно, трансляционная нейронаука. Такой вот модный термин, который содержит в себе понимание того, что исследования и результаты фундаментальной науки должны каким-то образом превращаться в какие-то прикладные исследования, которые были бы полезны людям. Вопросы для обсуждения в ходе пресс-конференции поднимались самые разные. От получения грантов для поддержки научных исследований до существования жизни на Марсе и правильного питания. Но, подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что наука в нашем регионе есть. И она не стоит на месте, а постоянно развивается и идет в ногу со временем. Редактор субтитров А.Семкин